Всем привет! Воскресенье утро, Старый Арбат. Мы с доктором Хейфицем будем опять вас пугать всякими медицинскими страшными темами. Готовьтесь! Дамы и господа, мы сегодня хотели поговорить о мифах в области диет, алкоголя, табака и прочих прелестей. Начнем с диеты, да? Да. Ну, на самом деле меня вот что напрягает, по телеку постоянно сидят какие-то злобные дядьки. И почему они пытаются по телевизору... Когда-то давно пытался Спирал Кашпировский, потом Чумак, всех лечить. Они пытаются по телевизору всех худеть. Причем появился этот злобный лысый дядька Малахов, когда он крест. И он все время пытается... Спирал, как я помню, давно-давно, когда он еще не был в телевизоре, был в книжках, он бы заставлялся пить мочу. Потом он заставлял всех... Пить мочу, это святое. Это святое, да. Потом он сейчас заставляет людей развлекаться на телевизоре. Совершенно. Вот что меня как человек... Ну, представим, что я совершенно ничего не понимаю в медицине. Представим на минутку. Давай. И меня как-то вот напрягает, когда всех там... Не важно, от конституции тела, скажем так, от перенесенных ранее болезней, там, от каких-то условий жизни. Людей предлагают всех лечиться и, как сказать... Ну, снижать вес там, все что угодно, одним и тем же способом. Нет, почему одним? Они же по группе крови теперь. Ну, это гемоклот. Ты же знаешь, что тебе... Ну, нет, да. Гемоклот-то отдельная история, но этот высвет... Если он упрямый. Да, да, да. Его не перешивешь. Вот я хочу найти твое мнение по этому поводу. Как вообще возможно человека, скажем так, рожденного, предположим, 1 апреля 52-го года, человека, рожденного, не знаю, 30 декабря 42-го года, и человека, рожденного, предположим, 5 мая, грубо говоря, 85-го года, как их можно одинаковым образом лечить, худеть и так далее? Очень просто. Значит, это, слава Богу, не мое мнение. Это уже установленный медицинский факт. Давным-давно, значит, американские ученые и диетологи провели квалифицированное исследование массовое. И стало окончательно ясно, что диеты не работают никакие вообще. То есть, вот никакие, ни по гемокоду, ни по цвету глаз, ни по национальности, ни отказ от углеводов, ни переход на одни углеводы, не работают диеты. Поэтому совершенно неважно, какой у человека базис знаний в области медицины, он должен просто понимать, что диеты не работают. Почему они не работают? Они не работают потому, что исправить обмен веществ невозможно. Обмен веществ – это то, с чем мы рождаемся на свет. Но он еще может меняться, в принципе, под действием всяких болезней. Он может меняться, но это тоже запрограммированный процесс. Повлиять на него путем исключения из своего питания какой-то группы веществ или привнесения какой-то группы веществ. Сжигатели жира, сжигатели мозга, выпариватели воды. Ничего совершенно сделать с этим нельзя. Кратковременный эффект – его вы можете достичь. При этом все всегда обязательно вернется на круги своя. Причем с превышением исходного результата. То есть, скажем, у вас был вес 100 килограмм. Вы перестали что-то есть, потеряли 50 килограмм. Вы обязательно не только вернете в конечном итоге прежний вес, но вы прибавите еще 50 килограмм плюс к исходному. Это точно совершенно. Когда люди бросают диеты, обычно они разносятся с нами. Совершенно верно. Это надо понять. Второй ужас заключается в том, что вы не только наберете прежний вес, вы очень может быть даже непоправимо испортите состояние своего здоровья. То есть, тот вред, который нанесет вам долговременное ограничение, несбалансированное питание, исключение из питания каких-то необходимых веществ, или привнесение каких-то тайских таблеток вот этих ужасных, сжигателей жира и прочих таблет. Вот вред для своего здоровья, который вы нанесете, может оказаться непоправимым. Теперь важно понять, почему вот американцы говорят, и я вслед за ними, что диеты никакие не работают. Значит, важно понять, в чем причина ожирения, в чем вообще причина излишнего веса. Причина ожирения и излишнего веса заключается в том, что тело человека реализует неосознаваемый им запрос его же самого на дополнительную защиту от окружающего мира. Еще раз. В бессознательной сфере психики человека формируется неосознанный запрос на дополнительную защиту от окружающей среды. Почему он формируется? Потому что человек относится к миру как к источнику потенциальной агрессии, как к источнику загрязнения, как к источнику беды, зла, атаки, и не любит окружающий мир, не доверяет ему, а относится к нему как к тому, от чего следует защищаться. Если в бессознательной части психики сидит такой запрос, то тело отреагирует послушно реализацией, или, как говорят врачи, соматизацией этого запроса. То есть ты хочешь дополнительной защиты, пожалуйста, между мышечным слоем и кожей, нарастает дополнительная жировая подушка. Значит, интересно также то, что этот запрос на дополнительную защиту может сформироваться в бессознательной части сознания не этого человека конкретного, а его предков. То есть этот запрос генетически, совершенно верно, он генетически передается из поколения в поколение. Ну, а человек, как карму, может это поломать? Человек, предположим, по ДНК все, предположим, а у вас и гипотки. Человек хочет. Меня тут напрягает слово поломать. Не поломать, а исправить. Изменить. Да, можно. Что для этого нужно сделать? Для этого нужен мучительный, постоянный, упорный труд работы над самим собой, для того, чтобы изменить свое отношение к миру. То есть надо разобрать себя по винтикам, все разложить на столе и снова сложить обратно, выкинув вот эти винтики, которые крепят между тобой и окружающим миром свинцовый лист защиты. В ту секунду, когда вы полюбите окружающий мир, будете доверять ему, перестанете его бояться, в эту секунду вы начнете худеть. Или, кстати говоря, полнеть. Потому что многие люди хотят ведь и добавить вес, знаешь, да? И тоже используют для этого всякие диеты, да? Так вот, вы приобретете свой вес, в кавычках, когда вы измените отношение к окружающему миру. Теперь сразу смотри, чтобы я не забыл, извини. Я сказал полюбить мир, да? Я еще скажу более конкретно. Значит, нужно понять одну простую вещь. Окружающего мира не существует. Окружающий нас мир – это некая инертная, безразличная к нам среда. Он не тепл, не горячий. Он не тверд, не мякок. Он не холод. Он не холоден. Вот все эти качества миру, присваиваемые мы, на самом деле в мире нет ни добра, ни зла. Мир – это совокупность электромагнитных полей. Это абсолютно безразличная, инертная по отношению к человеку среда. Если вы верите в Бога, вы должны понять, что мир – это проводящая среда между дозатором, то есть Богом, и акцептором, то есть приемщиком вами. Это прослойка, подушка. Понимаете? Если вы верите в Бога. Если вы не верите в Бога, вы просто должны купить в магазине любую книжку по квантовой физике, для домохозяек. И там вы прочтете замечательную фразу, что в мире нет ничего, кроме электромагнитных полей, взаимодействующих друг с другом в поляризованном Бакуне. Вот и все. Все все поняли. Я был очень прост, я был очень доходчив, я был вполне понимаем. То есть я еще раз хочу сказать, что мир не выступает ни как источник любви, ни как источник ненависти. От мира по отношению к вам не исходит ни агрессии, ни дружба, ни тепло, ни вражда, ни холод, ни радость, ничего. Поэтому не надо любить окружающий мир, но не надо его и бояться. Поймите, что это инертная, безразличная, совершенно наплевательски относящаяся к вам среда. Вот и все. Люди, собственно говоря, на этой планете живут совсем незначительный период времени по сравнению с жизнью самой планеты. Планета стерпит нас, как говорится, людей. И построит какой-то другой мир, еще что-то там. И кто-то другой бы там через несколько миллиардов... Ну да. То есть существует совершенно объективный, независящий от нашего желания, от нашей воли, процесс развития чего-то, что мы называем жизнью. Мы не знаем, что это такое. Мы являемся винтиком, элементом, этапом, чем угодно, ступенью, составной частью. Но по отношению к нам, вот к нам, эта жизнь, она не испытывает по отношению к нам никаких чувств. Да, но это все, скажем так, глобальная материя. Почему глобальная? Вот смотри, вот здесь некая конкретная взятая, не знаю, Марья Николаевна, которая живет где-то, которая устала просто по своим жизненным причинам. Веси тяжело. Ой, прекрасно. Спасибо. Есть слово, что у нее там сердце с одышкой проблемы и так далее. Вот от чего возникает беда Марии Николаевны? Беда Марии Николаевны возникает от того, что Мария Николаевна полагает, что в ее бедах виноват кто угодно, но не она сама. Почему? Многие считают, что они просто... Вот знаешь, традиционная схема. Даже могу сказать по тем примерам, вот тут у меня вот мама ходила в больницу, там много людей. И приходит и стандартный тупой врач в клинике и говорит, надо меньше жрать. Вот, элементарно. Я знаю, что просто очень многие люди при этом, они не то чтобы много едят, то есть они едят нормально или даже меньше нормального. Кстати, зачастую вот этого поедания меньше нормального есть причина лишнего веса организма сделать запас. Как и поедание того, что надо. Смотри, давай выстроим все-таки цепочку. Да, да, да. Значит, вот я еще раз, я настаиваю, да. Цепочка начинается с того, что человек полагает отцом своих несчастий или побед, да. Кого угодно, но не самого себя. Вот с этого начинается все горе. Как только виноваты евреи, американцы, правительство, погода, природа, черви, я не знаю кто, инопланетяне, да. Как только в моих бедах виноват кто-то другой, но не я, вот с этого момента начинается беда. Дальше начинается страх перед этим агентом, перед евреями, правительством, инопланетянами, червями, вирусами, кем угодно, да. Начинается перед ними страх, начинается попытка защититься от них. И мы начинаем пухнуть. Потому что мы формируем запрос в своем сознании на дополнительную защиту. Далее. Вот это отношение, отношение к окружающему миру или к одному из его элементов как к врагу, формирует у меня постоянное чувство тревоги, Андрюша. Значит, что я должен сделать? Я должен его заглушить. Чем? Одни начинают бухать, другие курят, третий ходит в фитнес-центр каждый день, четвертый коллекционирует марки, пятый коллекционирует женщин, шестой все время ест. Седьмой ничего не ест. Понимаешь? Восьмой сидит у телевизора круглыми сутками. Девятый играет либо на компьютере, либо ходит к игровым автоматам. И становится ломаном. Совершенно верно. Вот и все. Вот и вся история беды отдельно, конкретно взятого человека и беды человечества вообще. Нормальный человек, господа, дамы, товарищи, друзья, всегда полагает, что автор своих несчастий он сам и автор своих побед он сам. Вот это нормальный человек. Я гарантирую вам, что такие люди не испытывают чувства тревоги, не страдают от ожирения или от излишней худобы и не становятся рабами какой-то привычки, какого-то пристрастия, которое формируется как элемент защиты от тревоги. Ну, в любом случае, ты не считаешь... Ну, диету мы опустим, то есть я уже... Да диета, это все ясность диета. Вот, то есть ты считаешь, что человеку никак не нужно следить за своим питанием, в принципе. Вот эта вся история, там, грубо говоря, это исключить, там, после шести нельзя... Нет, Андрюш, подожди. Следить за своим питанием и становиться рабом порочных идей это разные вещи. Что значит следить за своим питанием? Я скажу вот свое личное мнение. Я считаю, что для жителя крупного города современного оптимальным является следующий вариант. Во-первых, дробное питание. То есть нужно отказаться от идеи кушать три раза в день, завтрак, обед и ужин. Это неправильно, да? Во-вторых, да, значит, кушать надо как можно чаще и как можно меньше за один раз. Это старая схема. Это старая схема. Но она для жителя крупного города наиболее... в наибольшей степени, на мой взгляд, подходит. Чтобы не нажираться на ночь и не таскаться по городу, не сидеть на работе со вздушами с животом. Кстати, тут ремап небольшой хочу сделать. Потому что очень модно, как я уже упомянул, говорить, что после шести есть нельзя, но каждый день начинается по-своему. То есть... Да можно есть после шести. Можно есть и после десяти. Можно есть и после десяти. Во сколько ты заканчиваешь? Я бы сказал так, за сколько до сна правильно было бы ограничение? Я даже не так скажу. Я скажу, что можно съесть и перед сном, если это немножко. То есть если вы в период шести до десяти будете есть шесть раз, и каждый раз ваш организм будет попадать небольшое количество... Он успеет это перевалить. Он успеет это перевалить. Значит, первое – дробное питание. Второе – следить за своим питанием надо только в одном отношении. Питание должно быть полноценным и сбалансированным. То есть в ваш организм должно попадать все. И углеводы, и жиры, и белки, и витамины, и растительная пища, и животное, и масло. И вот все, все, все должно в ваш организм попадать. Но понемногу. Вот тут я опять хочу сделать скорее не ремарку, а вопрос. Да. Выпью. Угу. Ай. Вот. Скорее такой вопрос. А как ты вообще у нас в принципе относишься к какой великой вещи сейчас популярной в Европе, в мире, как вегетарианство? Отрицатель. 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 Я опять же хочу предназначить двое понятие. Потому что многие путают, что вегетарианство это просто не едят мясо, да? Вегетарианство это вообще целая религия. Там нельзя носить мед, кожу, там все остальное. То есть вот опустим вот эту именно религию, мы возьмем на вегетарианство как-то способ не поедания мяса. Вот смотри. На крайне левом фланге вегетарианство как просто отказ от мяса, да? А на крайне правом фланге сумасшествие более сложное, где это не просто отказ от мяса, а отказ от всего животного, да? Я крайне отрицательно к этому отношусь. Потому что человек в смысле питания... Типа тебя побьет. Это и хлеб. Пусть бьет. Ради бога. Кто не бьет только. Все, что меня не убивает, делает меня сильнее. Ага, ага, ага. Значит, человек это в смысле питания свинья. Это всеядное существо. Его организм приспособлен для усвоения и животных белков, и растительных белков. И лишение человека какой-то одной части всегда приводит к плохим результатам. Еще раз хочу сказать. В организм человека должно попадать все, но понемножку. Ничего не должно быть слишком. Вот и все. Знаешь, когда-то очень давно-давно... Я тебе, ну, упоминал это в одной из наших записей, что когда-то в детстве я получил вот это вот осложнение дурацкое от гриппа. Раздулся. Я же был вот такой. Меня даже в детстве называли Кощей. Потом я получил это знание. Раздулся очень страшно. И где-то уже к... Дай бог памяти, наверное, 18... Нет, 19-летнего возраста мой вес стоял аж 130 кг. Много. Да, это очень много. Вот. И, в принципе, я так как, ну, занимался определенными вещами, скажем так, изучал определенные науки, мне мои знаний хватило, чтобы маленечко изменить. В более среднем возрасте, в 25-летнем возрасте я изменил свой вес, на тот момент 130 кг, да, я изменил свой вес на 77, что невероятно мало на самом деле. Ну, очень мало. Ты же высокий. Да. Я хочу тебе просто показать несколько фотографий. Ты же их не помнишь. Вот это вот у нас фотография человека, который был до того, как. Ты его не помнишь. Вот это уже другой человек. Да. А вот это третий человек. Вот. Третья вот эта фотография... Мне нравится больше всего. Вот это? Ты знаешь, я все в ней некомфортно чувствую. Я просто как человек исповедую свою теорию, что у человека есть свой внутренний зверь, и он должен с ним подружиться, и он сам ему подскажет, как ему лучше. Ну, вот правильно, я же об этом и говорю. Только, понимаешь... А я вот говорю, понимаешь, вот то третье положение, оно мне некомфортно. Окей. Вот это вот 77 килограмм, вот мне в нем некомфортно. Хорошо. Я сам могу себя регулировать, как хочу. Ты хочешь попал деть или ты хочешь попал мне? Я ничего не хочу. Я нахожусь в том состоянии, в котором мне комфортно. Мне ничего не надо. Ни туда, ни туда. У меня уже было 130. Так замечательно. У меня было 130, у меня было 77. Сейчас у меня 90 килограмм. Ну, 90 с какими-то копейками. В прямом росте идеально, в принципе. Высокий, да? Да, у меня 2 метра. Вот. И при всем при том, я себя чувствую уже некомфортно. Так замечательно. Я привел этот пример для того, чтобы просто человек должен ощутить именно тот момент, в котором он находит себя комфортно. Потому что очень многие же начинают перебирать, да, вот этих вот, особенно девушек, этих модельных возьми, которые начинают уже в обратную сторону, там, до истощения себя доводить. Андрюш, это очень коварный момент. Да, да, да. Потому что человек может выбрать средством заглушения тревоги алкоголь и чувствовать себя комфортно. Ну да. Нет, понимаешь, вот человек должен… То есть, моя теория, она абсолютно неверна? Нет. Понимаешь, я считаю, что полагаться на чувство комфорта нельзя. Потому что чувство комфорта, которое выбрал в основу своего мироощущения человек здоровый, и чувство комфорта, на которое основывается человек нездоровый, понимаешь, они испытывают комфорт и тот, и тот. Ну, в первом-то случае комфорт не ведет к беде, а во втором ведет. Давай тогда просто вот… Знаешь, вот вторая наша с тобой запись, где мы делали вот так, говорили, думай, крокодил, думай, думай. Помнишь, да? Надо думать. Увы, надо думать. Надо понимать. Я хожу каждый день в фитнес-центр, говорит себе человек. И мне комфортно. Он должен тебя спросить, а нормально ли это? Это совершенно ненормально. Ненормально коллекционировать марки. Это болезнь. Ненормально коллекционировать женщин. Ненормально пить по две бутылки водки в день, скажем так, да? То есть допьяна напиваться. А считаешь быть нормальным хорошо? Может, лучше быть ненормальным? Так вопрос не стоит. То, что я сейчас говорил… Ты у нас страшно ненормальный. Так вопрос не стоит. То, что я сейчас говорил, я говорил для тех людей, которых волнует определенная проблема в своем состоянии. Если человека ничего не волнует, он не будет эту запись смотреть и не будет нас с тобой слушать. Мы же с тобой сейчас говорим для тех, кому плохо. Человек говорит, я жирный. Другой говорит, я худой. Третий говорит, доктор, меня волнует. Правильно ли я делаю, что я меняю по пять женщин за одну неделю и записываю их имена в записную книжку? Это правильно? Спрашивает он меня. Если он считает, что правильно, так эта запись не для него. Вот то, что мы сейчас с тобой говорим, мы кому говорим? Себе, наверное. Себе. Но слушать это будут те, кто считает, что у него что-то происходит не то. Потому что у человека что-то происходит не то. Может быть, он только считает, что он не то, а это ему нормально. Ему на самом деле нормально может коллекционировать. Иначе бы он их не коллекционировал. Нет, понимаешь, я считаю, вот мой взгляд психотерапевта на вещи очень прост. Ничего не должно привязывать человека к себе. Вот привязываться ни к чему нельзя. Нельзя привязываться к женщинам, к водке, к табаку, к какому-то коллекционированию, к работе. Понимаешь? Нельзя поклоняться каким-то кумирам. Вот что бы это ни было. На самом деле, когда у человека формируется привычка, это очень опасный момент. Надо спросить себя, а правильно ли это? А не развиваюсь ли я однобоко? А не вредит ли моя привычка каким-то другим моим качествам? То есть вот, значит, рефлексия. Понимаешь? Вот чем человек отличается от скота на самом деле? Тем, что он может думать, не более того. Можно я более общее скажу, да? Я считаю, что человек отличается от скота наличием рефлексии. То есть, возможностью и стремлением наблюдать за собой. Вот ни одна крыса, она себя не наблюдает со стороны. Понимаешь? Вот муравья не беспокоит, правильно ли он себя ведет. Слон не мучается муками совести. У него нет этого, понимаешь? Ты так в этом уверен? Абсолютно убежден. Животное, даже самое высшее, отличается от животного низшего набором инстинктов. У высшего животного инстинктов очень много. У низшего их очень мало. Но все равно это инстинкты. Человек начинается с момента пробуждения рефлексии. Самонаблюдение. Я это сделал. Мне плохо от этого. Понимаешь? Вот. Так вот я и говорю, что рефлексия должна нам помочь. Мы должны наблюдать за собой. Понимать, что мы делаем. И спрашивать себя, правильно ли мы делаем. Не вредим ли мы себе. А если вы уверены в том, что вы все делаете правильно, так эта запись вообще не для вас. Дорогие мои, я могу повторить только то, что говорил вам уже много раз. О, я сейчас сформулирую. Знаешь, у меня есть золотое правило. Отвечайте за себя и думайте о других. И вам не придется отвечать за других и думать о себе. Сайонар. Золотое. Золотое. Субтитры создавал DimaTorzok